В эти дни Вольский военный институт материально-технического обеспечения отмечает юбилей. 90 лет для учебного заведения – это солидная дата. За это время военное училище превратилось в институт, который стал филиалом военной академии имени генерала Хрулёва. Но основные принципы, которым следует вольском военном, остались прежние. Каждому человеку, как биологическому существу, нужно всего три вещи, чтобы его ежедневно, три раза в сутки, кормили добросовестной, доброкачественной пищей, той нормой, которой соответствует. Второе – он должен ежесуточно ложиться спать в тёплом помещении и на чистое бельё. И третье – он должен соблюдать или иметь возможность все санитарно-генетические требования – помыться, умыться, побриться. После этого военнослужащий может выполнять все задачи, которые стоят перед ним. Вторая часть заключается в том, что мы обеспечим ещё технику и вооружение всем необходимым для того, чтобы она выполняла свои функциональные задачи по предназначению. От того, что танки, самолёты, вертолёты не будут обеспечены горючим, тем, которым положено, или не будет боеприпасов и так далее, они задачу свою функциональную не выполнят. Сложив это всё воедино, получает, что выпускники этого училища обеспечивают вооружение, технику и личный состав. В итоге получается мощь тех вооружённых сил, о которых мы с вами говорим. Сам заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков тоже выпускник Вольского военного училища. Окончил его в 1976-м. Годы учёбы вспоминает с теплотой и говорит, что главное богатство учебного заведения – это преподавательский состав. Педагоги дают студентам хорошие знания, а потому после окончания института многие из них без проблем достигают высот в службе. Здесь готовятся все – и для Министерства внутренних дел, и для других силовых структур, и для Национальной гвардии. И десантники, и моряки – все-все-все здесь. И куда бы мы ни приехали с вами, в какую бы часть ни зашли, мы обязательно найдём там выпускника этого института. Или начальника прослужбы, или вещевой, или горючего. Без них ничего не бывает. И в честь юбилея Дмитрий Булгаков вручил начальнику института, генерал-майору Сергею Рихелю, высокую награду – грамоту Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина. Такой высокой награды впервые удостоен ВУЗ, готовящий специалистов материального обеспечения. Сегодняшнее событие займёт особое место в истории Вольского института. Эта высокая государственная награда будет способствовать сохранению и развитию лучших традиций нашего учебного заведения. Принимая грамоту Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Российской Федерации, разрешите заверить вас в том, что личный состав Вольского военного института материального обеспечения всегда будет следовать девизу. Вольского военного института материального обеспечения Ну а после торжественного парада, уже в более уютной обстановке концертного зала, заслуженные почётные награды были вручены сотрудникам военного института, офицерам и преподавателям. Труд преподавателя, он не виден. И только лишь через 10 лет, после окончания училища, преподаватель видит плоды своего труда по своим выпускникам, которые выпущены из училища. Делайте анализ своих выпускников и гордитесь ими, их достижениями, потому что это ваш труд. Это ваш труд. Девиз тыловой службы – «Никто лучше нас», и студенты Вольского военного института доказывают это в полной мере. И в подтверждение этому выпускники прошлых лет, которые уверенно несут службу и которые нашли время и возможности приехать в Вольск, чтобы поздравить родной вуз с юбилеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова